Вы смотрите обзор товара кора сосны, фракция 0,1 см, гумус 60 литров, мешок. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Кора сосны, это природный материал для мульчирования почвы. Кора заготавливается в благополучных с точки зрения экологии районов Сибири, это гарантирует безопасность ее использования. Для мульчирования предлагается кора различных размеров. Мелкая фракция разлагается быстрее, крупная, медленнее. Размер коры выбирается в зависимости от цели мульчирования. Кора сосна и измельченная до размера 0,1-1 см. Обычно используется именно для обогащения почвы полезными веществами. По декоративным свойствам она уступает большее крупным фракциям коры. Комбинируя различные фракции коры, можно значительно усилить эффект мульчирования. Так, мелкая фракция сосновой коры, гумус, прекрасно подойдет в качестве подложки для более крупных фракций. По эффективности и способам применения кора сосны мелких фракций сравнимы с опилками. PH коры сосны, слабокислые или близкие к нейтральному. Мульчирование мелкой сосновой корой благоприятно для любых хвойных растений, плодовых деревьев, многолетних цветов. Также стоит отметить, что кора сосны отлично справляется с такой важной задачей, как подавление роста сорняков. Причем, не только за счет того, что создает барьер на пути их роста. За счет своего химического состава кора сосны эффективно подавляет рост однолетних сорняков под деревьями и кустарниками. Также кора фракции до 3 см хороша и для добавления в грунт при посадке хвойных и вересковых. Она служит разрыхлителем и естественным подкислителем, когда перегнивает, что любят все хвойники. Вследствие технологических особенностей процесса окоривания деревьев, в коре допускаются включения древесной щепы, до 50%. На мульчирующие свойства коры это не влияет. Обработано от короеда. Обработка производится одымлением серы в течение 5 часов, в результате чего короед погибает. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...